Всем привет! Я вернулась. Я вернулась к вам домой. Уставшая! Как сумасшедшая. А Назар меряется со мной ростом. Вообще капец вышло. Уже выше него. Теперь ты на самых маленьких у нас в семье. Да. Вот, что хочу рассказать по поводу нашей работы. Не знаю. Вике не очень понравилось. Она говорит, что было скучно. Коллектив. Как-то. Не знаю. В общем, может просто ее возраста не было. Ни девчонок, ни ребят. А я физически это, конечно, тяжело, ребят. Я вчера в 6 утра встала. В 7.15 я уже была на участке в выборче комиссии, так сказать. И сегодня в 8.30 я пришла домой утром. В полдевятого. А Вика пришла. Вернее, не пришла. А я не ложилась спать. Я ждала, пока у нее участок закончится. Они очень долго там считались. В общем, очень долго они были. Где-то до полвторого вообще Вика была на работе. Вот потом нам нужно было. Поэтому я ее ждала. Не ложилась спать. А сейчас уже 3 часа дня. И я думаю, что... А почему я ее ждала? Во-первых, нужно было нам с ней отвезти... Эти, господи, как они называются? Ой, ребят, извиняюсь. Я вообще что-то не соображаю. Что нам надо было отвезти? В общем, документы, ладно. Скажу так. Документы. И... И что-то еще. Вообще мозг отключается. Просто отключается. Да. Ай, ну и получить расчет за работу. Все. В принципе, мы съездили. Что я хочу сказать о работе? Физически, конечно, это тяжело. Особенно где-то с 3 часов ночи. Просто силы покидают. Ты начинаешь... Ты... Ну, вот я начинаешь понимать, что ты переходишь вот в эту какую-то грань... Усталость. Даже не усталости. Вот как робот. Откручиваешь. Делаешь надо, то не надо. В общем, у меня дошло до того 4 часа утра. А я понимаю, что я уже разговаривать даже не хочу. И не могу. И вообще не хочется мне ничего. Но ничего. Нормально отработали. В принципе, что касается у нас с моральной стороны, у меня именно на участке был одуренный коллектив. Вот такие женщины. Мы и смеялись, мы и шутили. Мы вообще слились, обменялись телефонами. Новое знакомство. Ну, просто круто. Капец круто. Боже, какая я страшна. Нет, мама, ты не страшна. Вот. Так что морально мне очень понравилось. Очень классно коллектив. Я просто соскучилась уже за этим. За общением. За людьми. Много, считайте, людей. То с тем там чего-то пошутил, перекинулся. То с тем. Ну, в общем, как-то так. Было классно, прикольно. А также еще хочу сказать, что от усталости... Ну, у меня всегда так, когда сильно устаешь, либо вот в работе, кушать не хочется вообще. И я вчера... Сережка меня когда возил на... на голосование, на мой участок, где я должна голосовать. И потом я заехала еще домой пообедать. Ну, я отпросилась у себя на участке, меня отпустили. И я заехала еще пообедать. Я пообедала где-то в пол второго... Ой, в пол первого дня. Сейчас три часа я больше не ела. Я сейчас разогреваю пюре и котлету, потому что только сейчас немножко начала чувствовать голод. Прикольно. Слушайте. Короче, надо... Надо утомляться, чтобы не есть ничего. Поэтому я и в Польше очень худела. Я ничего не ела из-за утомления. Организм у меня действует когда... Ну, так, что когда устаю, я не могу кушать. Вот. Ну, а в общем-то настроение классное. Мне очень понравилось. У нас очень классный... Как бы... Ну, комиссия-то собралась. Все такие неруганины. Все собрано, все организовано. Все как бы было... Единственное, голосование тяжелое, потому что там голосовали и за мэра, и за партию, и за облпартию, и за... В общем, за много чего. И поэтому очень много было этих пересчетов. И так мы долго задержались. Вот такие дела. А потом я сегодня монтирую видео... Моя разогрелась, да, картошечка? Спасибо. Сыночек, даже не мылься к себе в комнату с тарелкой. Назар. Назар. И когда я сегодня монтировала видео выложить, вы уже его видели, я как увидела, как что Назар за рулем ездит. Сережка говорил, что мы там попробуем уже завести, заглушить там к педалям немножко. Ну, что прямо он уже его... Что он поведет уже машину, он его пустит, ну, как бы дальше этого барьера. Я была вообще в шоке. Я не ожидала такого. Вика у нас, наверное, позже села первый раз за руль. И то у нас тогда был Мерседес и коробка-автомат. Не на механике, а ты на механике. И Жиулей. То есть тебя... Тебе как бы тяжелее, Вике, легко было. Ну, что такое коробка-автомат и... Ну... Вот такие дела. Не знаю. В общем, все. Увидимся с вами позже. А то я что-то разболталась. Я... Слушайте, я уже действительно... Да, я помню, как ты ко мне заходила. Короче, час ночи. Мама такая. Назар, ты кушать будешь там гречку? Этой ночью я не заходила. Заходила ты ко мне в час ночи, говорила, спрашивала... Вот этой ночью? Не-не-не. А, да. Да. Час или два часа ночи. Назар кушать будешь там? Я такой... Что? Да. Кошмар. Этот... Этой ночью я вообще там, ну, закрывают двери, полиция, и нельзя выходить, заходить. Ты шо? Куда бьет? Эту Сережка, когда мне принес... Я так замерзла, очень холодно в здании. Мы в школе были, и это... И я попросила, чтобы он мне принес теплую рубашку, потому что я прямо мерзла. Ну, такая на синтепоне, знаете, рубаха. Я прямо мертла. Там ужас. Меня уже так трясло. Настолько уже холодно было. Вот такие вот дела. Так, все. В общем, я попробую дотянуть до вечера, а не спать. Вам вернусь. Разболталась. Я что хотела? Он сегодня летал, кстати, лучик? Нет еще? Надо выпустить. Я никак не доскажу свою мысль. Боже, болтаю с вами, болтаю. Вообще, я, получается, сутки... Больше суток не держала камеру в руках, не разговаривалась с вами. У меня столько накопилось. Я вот это ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Уже надоело вам, наверное, все. В общем, да. Пока отключаюсь. Сейчас покушаю уже, наконец-таки. И дальше буду бороться со своим сном. У нас новости. Вернулась Влада с Дании. Я еще это... У меня Хатуна так же звонила. Я даже... Влада пришла с Викой, они встретились. И это... Я так с вами еще никак не сяду поболтать с хатуной. Это для Вики бутылка. Она уже видела? Да. Она металлическая? Да. Это ты в Дании покупала, да, все? Боже, подарочков навезла. Моя ты приятно. Это для Сергея Викторовича. Серьезно? Для рыбалки, мне кажется, отличный вариант для зимней. Шапка и она с фонарем. Здесь есть три режима. Ты просто не представляешь его реакции. Да, мне кажется, его очень понравилось. Это будет, да, да. Прямо в точку. Ты посмотри, как она уже знает нашу зимню. Как родных. Это для Назара, это купилка. Ага. Ее можно самого разрисовать. Супер, бомба, классная. А давай, Лейладно, пусть Назар придет, уже с ним откроем, да? Да, вот еще. Я смотрю, ты сумочку купила новенькую, да? Такая прикольная, слушай. Вот шоколадки. Сладости. А Вике нельзя. Ну, будет на потом. На потом, да? Мы ее спрячем. Я умею прятать и сохранять. Вот для вас косметичка. Блин, я тебе, моя зайка, спасибо. Пожалуйста. Как там вообще? Классно съездила? Классно, хочу обратно. Не плакала, когда уезжала от мамы? Да, плакала. Плакала? Да, как-то в аэропорту еще сдержалась. Ага. А Вика тут за тобой тоже плакала, кстати. Она не говорила? Мне еще Влада, знаешь, как не хватает. Я думаю, господи, где уже эта Влада? Как-то она вот эта, с этой еще болячкой долбанная. Она просто как бы так... Очень, блин, классная такая, слушай. Очень переживала. Она боялась, что оно у нее так и останется. Вот это вот, что... Короче, на самом деле... Да, ты видишь, как улучшилось у нее все. Классно. Такая с глазиками. Ты Буська такой. Котик. Эти штучки мягенькие. Клевенько. А Вика спит уже, чешу? Не, я еще лежу. Дочечка, ты же не засыпай. Давай, давай хотя бы до восьми дотянем. Дочерк. Я лучше часик посплю, мне релень. Нет, Зая, тебе хуже будет. У нас уже все собрались дома. И сейчас... Назарушка, иди сюда. Тебе тоже Влада подарок привезла. Что? Что? И папе. А ты папа вообще сейчас заприньешь. Да? Я туда присяду. А где? Я сумочку тут... А, хорошо, сейчас. Я держался даже будет. Хе-хе-хе. Я сейчас даже... Это Данзара. Это копилка. Мы без тебя не открывали. Я нужна будет разрисовать. Видишь? Такими темпами я себя разрисую. Спасибо. Открой и посмотрим. Давай. Давай следующий. Пока он откроет, это будет долго. А тебе, серенький, очередной презентик на рыбалку. Только это уже зимний вариант. Хатуна с Мишей, а тебе летний. Слушай, я прет прям со светом. Да, шпаковка. Так эта штука, эта штука серенькая, она заряжается от USB. От USB. О, она на аккумуляторах вообще. Да. Да, она держится 4 часа. Здесь 3 разных режима. Обалдеть. Она вот так вот снимается. Здесь USB. Заряжается. Я же тебе говорила, его порвет. Да? Крутяк. Да вы что? Я теперь... А во лбу звезда горит. Давай меряй. Так, сыночка, дай осторожно, только не разбей. Вот такая вот она. А мы потом посмотрим, как Назар ее разукрасит. Ну, так маленький, она же маленькая. Не, мы потом посмотрим, как Назар себя разукрасит. И кисточка есть. Вот такие красочки и кисточка. Вот посмотришь, что где-то на картинке. Вот, видишь, как надо ее разукрасить. Слушайте, мне и так нравится. Я не хочу портить. Хорошо, мы тогда разукрасим. О, она пойдет. Нет, не пойдет. Будешь ты разукрашивать. Стри какой хитренький. О. Я ее сниму. Ой, она прикольная. Месяц под косой блестит. Так дело в том, что у тебя она прям идет. Где она там? А во лбу звезда говорит. А сама ты не мечала. Ой, ты кого еще прикола не видела. Ну, а речь ты говори. Сережа. Я в образе. В образе ты. Выключим, да? Назарушка, а что ты хочешь там выковырять, объясни? Все, это просто, чтобы монетки доставать. Ну да. А сверху засыпать? Пойду пересыплю все. Нет, пока не разукрасишь, не пересыпешь. И шоколадки еще. А, у меня же еще тоже, еще подарки. Для нас? Так. О, двойной. Просто это, а это мой подарочек. Ух ты, прикольно. А где фонарик? Косметичка. Ну, фонарик по фонарикам на стыд. Ты, смотри, красив подлец, а мог бы жить. Сейчас. Так, я хочу предложить, так как Вике сейчас нельзя, я хочу ей одну... Подожди. Я ей хочу одну спрятать, и я хочу ей предоставить право выбора. Я хочу все выбрать. А как мы это сделаем? Ну, оставите мне по кусочкам. А, просто по кусочку оставим. Ну, хорошо, можно и так. Окей, тогда делим просто на всех. Мой кокос. В смысле? Делим на всех. Вика спала трошки. А я еще не ложилась, Серый, я еще не спала. У меня уже третья, или четвертая, или пятая, я сбилась со счету, какое у меня дыхание открылось. Ты очень вдохновленная. И мысли у тебя позитивные. Ты вся такая воздушная, легкая, пушистая. А, я просто счастливая. И вообще рада, что Влада вернулась уже. Да, я... Такой классный вообще. Ой, ну все. Вы что, там чай, кофе будете? Папа, ты, кстати, голодный? Можете ее покормить? Ну, я уже все разокрыл. Да, да, а я тоже закрыла. Я его не открывала-то особо сегодня. Да, тут же они вот так... Ну, что по четыре? Влада с нами чай попьет. Что по четыре? И на Владу делим. Ага. Получается... Получается, если вот так вот, потом еще вот так вот, так везде, можем собрать отдельные шоколадки. Бесконечные. Что там? Разлила? Ой, господи, чудики. А, Вики вот такой, смотришь. А я тут обратил внимание. Термобутылка. Да, прикольно. Я такая же, только все видишь. Она такая приятная на ощупь. Термос, это же не только для горячего. Это и холодное можно было. Да, да. Летом можно холодное, зимой горячее. Классно. Такие подарунки, Влада, нам. Прямо они это... Удивило прям. Это от шапочки. Упаковочка. Ну что, ребятки. Я говорила, до семи, до восьми часов хоть бы дотянуть. Мой серик лежит. Дотянула я ничего так до десяти, да? Че, девяти? Десяти. Десяти я дотянула. Короче. Но я вам скажу, я не то, что зомби уже. Я, считай, я на ногах с шести утра вчерашнего дня. Не спала ни минуты, ребята. Вика молодец. Она легла часа два с половиной, наверное, она поспала. А мы с Владой болтали. Короче, Вика не выдержала. Они пришли. Мы с Владой наболтались, короче, насмеялись, пока Вика спала. И этот. И она еще более-менее живчиком. Они там смеются. Влада у нас ночевать, естественно, осталось. Ничего себе. Влада, кстати, тоже сегодня прилетела с Данией. В шесть утра приехала домой с аэропорта. И шо там? Боже, я уже не соображаю ничего. У меня уже даже, когда кто-то говорит, как будто с эхом. Вот это я слышу. Такое вот состояние. Батюшки. Такого у меня давно уже не было, чтобы я столько не спала. Но все равно настроение классное. Удовлетворение полное. И хотя, хоть физическая усталость есть, но морально как-то так все хорошо, легко. Ой, жизнь прекрасна. Все, ребятки, я с вами прощаюсь. До завтра. Интересно, как я выгляжу вообще. Завтра будет веселый, Бог. Сейчас я ложу камеру. Я только повернусь на бочок. Надо еще успеть под одеялко запрыгнуть. Может, тебя как куколку завернуть? Как конфетку? Да, меня можно не заворачивать и даже под пледик не ложить. Я сейчас выключаю камеру и только глаза бы мне закрыть. И все. Все. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.